В 2013 году в Одинцово стартовал местный проект «Эко-дом». Сначала активисты объясняли школьникам, что происходит с мусором после того, как его выкинули. Удивительно, но оказалось, что эта тема ребятам очень интересна. А уже затем появились точки раздельного сбора и проект «Эко-двор». Проект «Эко-двор» рассчитан на массового жителя. Мы привлекаем всех, рассказываем, для чего и почему нужно сортировать отходы. Ну и, естественно, устраиваем какой-то праздник, чтобы люди как-то объединились во дворе. То есть это старая история праздников двора, но с экологическим уклоном. Поддержать атмосферу праздника и закрепить у маленьких Одинцовцев привычку правильно выбрасывать мусор положительными эмоциями экологам помогают артисты Одинцовского бродячего театра «Хобот». Детям предлагают мастер-классы, аквагрим, рисунки на асфальте и музыкальную программу. В основном она будет танцевальная. Мы хотим сегодня, так как погода нас подвела и она холодная, мы хотим сегодня сделать музыкально-танцевальный праздник. Поэтому у нас в основном сегодня будет очень много музыки, конечно же, конкурсов для детей с призами и танцы для взрослых. То есть мы хотим вообще подключить сегодня не только детей, но и взрослых. Экодвор – движение общественное. Лишних средств у его активистов нет. Поэтому наглядная агитация простая, но от этого не менее эффективная. Выброшенная в мусорное ведро батарейка разлагается 100 лет. Алюминиевая банка – 200. Обычный детский подгузник – внимание, 5 веков. Если бы во времена Ивана Грозного люди пользовались памперсами, они бы сохранились до наших дней. Стеклотар уже вообще можно считать вечной. Организуемые во дворах передвижные пункты раздельного сбора мусора пользуются у жителей неизменным успехом. Мы все вдумаем о том, что наши люди ничего не хотят, ленивые, не будут они сортировать. На самом деле нет. Вот на опыте мы поставили контейнеры для сбора пластика на улице Северной, вот около школы Великих Открытий, улица Северная, дом 10. Стоят контейнеры с 2014 года. Люди очень быстро подключаются. То есть контейнер кубовый наполняется за неделю. Там у нас уже два стоит контейнера. И плюс поставили контейнер под макулатуру. За неделю просто с горкой. То есть люди очень быстро подключаются и научаются. Для того, чтобы вывести собранный мусор из двора дома номер 19 по Можайскому шоссе потребовалась газель. Одних только использованных батареек принесли около 70 килограммов. Напомню, что щелочная батарейка при разложении способна отравить 20 кубических метров земли. Что вы испытываете, когда вот этот мусор сдаете правильно? Испытываем радость, потому что хочется верить в то, что это чуть-чуть поможет нам сохранить то место, где мы живем, нашу любимую планету. Как у нас поговорка, делай хорошо, а плохо само получится. Жить надо правильно. Вот и все эмоции. Тогда и жить хорошо. На своем родном месте, где мы родились, надо жить правильно. Следующие акции проекта «Экодвор» пройдут в Одинцово в конце июня. Присоединиться к ним может любой, кто хочет сделать место своей жизни более чистым и здоровым. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...